Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку Каролина. В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали вторую часть девятой главы. Сегодня нас ждет третья часть этой главы. Ну что, поехали? Ты можешь, сказал Каролина, будь храбрым. Она посмотрела по сторонам. Существо, что однажды было ее папой, находилось как раз между ней и ступеньками. Каролина прижалась к стене и двинулась по направлению к лестнице. Тело существа и загнулось так, будто в нем не было костей, и единственный глаз снова уставился на нее. Казалось, существо стало больше и окончательно проснулось. Все проговорила, но я не могу. И бросилась к ней, широко открыл беззубый рот. Лишь одно биение сердца было в распоряжении Каролины, чтобы принять решение. Она могла сделать только две вещи. Или закричать и попытаться убежать. И тогда огромная душа гналась поза ней по полутемному подвалу, круг за кругом, пока не поймает. Или сделать что-то еще. И она сделала что-то еще. Едва существо приблизилось к ней, Каролина вытянула руку, схватила его за оставшийся блуховичный глаз, изо всех сил дернула, и ничего не произошло. А еще через мгновение отрывавшийся глаз выпал из ее руки и щелкнув о стену, покатился по полу. Существо становилось как вкопанное. Оно беспомощно и слепо завертело головой пугающих, широко открыло рот и завыло в гневе и тоске. Затем оно стремительно прыгнуло туда, где только что стояла Каролина, но ее там уже не было. Она на цыпочках поднималась по ступенькам, ветчим из этого глубокого подвала со страшными картинками на стенах. Она не могла оторвать глаз от подвала, где, коротчась и топая, ее искало бледное чудовище. Вдруг, словно по чему-то приказу, существо замерло и наклонилось слепую голову в сторону. Оно прислушивается, подумала Каролина. Я должна быть совсем тихой. Она сделала еще один шаг, ее нога скользнула по ступеньке, существо услышало этот звук. Оно повернуло голову в ее сторону. Секунду она колебалась и, казалось, раздумывала, не зная, что предпринять. И вдруг быстро, как змея, заскользила вверх по ступеням прямо к тому месту, где она стояла. Каролина повернулась, понесла всех и с огромным усилием вывалилась из люка на пыльный полуспальник. Не мешкая, она дернула тяжелую крышку на себя и отпустила ее. Крышка с крохотом захлопнулась и внизу послушался удар, будто кто-то огромный врезался в нее. Крышка задрожала, затряслась, но выдержала. Каролина задохнулась от быстрого бега. Если бы в квартире была какая-нибудь мебель, хотя бы стул, она бы задвинула ее люк, но там было пусто. Едва сдерживаясь, чтобы не броситься опрометью прочь, Каролина вышла из квартиры и забирала за собой дверь. Ключина положила под коврик и вышла на дорожку. Она была почти уверена, что другая мама снова подсчитает ее во дворе, но мир вокруг был молчалив и пуст. Каролине захотелось домой. Она хвалила себя, повторяя, что она храбрая и почти поверив, направилась к другому крылу дома, скрытого серым туманом, который был не вполне туманом и добралась до лестницы. Ну вот и все. Мы прочитали полностью девятую главу. В следующей серии начнет десятая глава. Но это мы уже будем для вас читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур 11 ТВ. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok